Сегодня мы продолжаем тему ухода за фиалками совместно с коллекционером комнатных растений Артемом Санином. Мы проведем несколько оздоровительных процедур, которые пробудят наши фиалки от зимней спячки. Здравствуйте! Здравствуйте! В одном из декабрьских выпусков мы познакомились с уникальной коллекцией фиалок и рассказали, в каких условиях любят зимовать эти растения. Период покоя закончился, и хозяин коллекции взялся за работу в мастерской, а я напросилась в помощники. Взрослое растение, которое за сезон, так скажем, уже подсвело, вы видите, что за счет того, что листья нижние подходили, так как они функционируют, нижний ряд листьев примерно год, образовался вот такой вот небольшой ствол, или нога, как мы говорим. Вот, чтобы фиалка себя чувствовала хорошо, нужно своевременно этот стволик углублять в горшок. Когда мы такую процедуру делаем, то есть это частичная замена грунта, мы смотрим, насколько симметрична будет розетка. Вот здесь вот эти два листа, они явно, если видно, нарушают симметрию. Мы эти листочки удаляем, ну и остается у нас вот такая вот розетка. Для заглубления фиалку освобождают от горшка, затем счищают со ствола старую кору и начинают постепенно очищать корневую систему от земли. При этом гнилые и засохшие корни подлежат удалению вместе со старым грунтом. Мы освобождаем для чего? Для того, чтобы вот этот стволик, он ушел у нас опять в этот же горшок. То есть мы не будем увеличивать объем горшка, чтобы розетка была компактная. У взрослых фиалок, которые не раз подвергались пересадке, снизу отламывается часть ствола, чтобы растение глубже ушло в горшок. Если вы удаляете и видите, что ткань уже начала коричневеть, то необходимо зачистить, либо уже срезать. О чем дальше пойдет речь, собственно говоря, мы это сделаем. В данном случае мы просто засыпаем фунгицидом или мелкой фракцией древесного угля для того, чтобы был подсушен у нас срез. Берем новый горшочек, подкладываем материал. Какой материал? Я использую подкладочную ткань синтетическую, так как она и пропускает воду, и в то же время она не гниет, не разлагается. Она какую функцию выполняет? Только для того, чтобы из дренажных отверстий, которые служат для аэрации почвы, не высыпался грунт. Свободную от старого грунта фиалку укладывают так, чтобы очищенный ствол оказался под землей и смог дать новые корешки. Можно использовать емкость меньшего размера, если места на подоконнике не так много. Или большего, если задумали увеличить размер листовой массы. Очень важный момент, чтобы грунт не попадал в центр розетки. Иначе, когда вы начнете поливать, то грунт будет намокать, увлажняться, и есть риск того, что центр розетки может подгнить. Поэтому вы очень аккуратно до нижнего ряда листьев этот свежий грунт засыпаете в горшок. Умеренно увлажняем. Отстойной водой обычной. Все. Примерно через пару месяцев обновленная фиалка укоренится и распустит бархатные бутоны. С листьями, которые мы удалили, можно ли провести дальнейшее укоренение и посадить их в землю? Мы берем вот такой 100-граммовый стакан. Заранее делаем дренажные отверстия, можно их прорезать ножницами. Заполняем стакан легким грунтом. Берем листик, обрезаем его. Оставляем длину черенка примерно 3-3,5 см. Наискосок? Наискосок. И, соответственно, заглубляем на сантиметр-полтора черенок. Чтобы посадка была неглубокая. Берем ложку, наполняем ее водой, чтобы растение не загнило, а был умеренно увлажненный грунт. Я предлагаю вот на такой объем 1,5 столовых ложки воды. Это примерно 50 грамм, в то время как объем стакана, в который мы высаживаем, 100 грамм. Получаем умеренно влажный грунт, среду, в которой хорошо будет прорастать корневая система. Ну, здесь даже видно, да, что верхний слой у нас промочился, именно там, где будут прорастать корни черенка. Последний штрих – укрываем саженец в теплицу. Будь это целлофановый пакет, пластиковый контейнер или стеклянная банка. Выбор любого из вариантов определяется количеством свободного места на подоконнике. Как часто в теплице необходимо увлажнять почву? Вот мы сейчас спалили растение, и примерно через 2,5 недели мы можем немножечко добавить при необходимости, прям буквально там, я не знаю, полторы уже чайных ложки, потому что если грунт будет переувлажнен, то черенок может начать загнивать. То есть влажность в тепличке примерно 80-85%. И смысл в том, чтобы сама пластина не вяла, и был очень умеренно влажный грунт, то есть та среда, в которой хорошо прорастает корневая система. Примерно через месяц-другой наш лист укоренится, и начнет завязываться новая молодая розетка. Если внимательно соблюдать все правила, которые разъяснил нам коллекционер, то фиалка будет ежегодно цвести и радовать хозяев на протяжении 10 лет. Отметим, что специалист не пользуется стимуляторами роста для укоренения, а для подкормки цветущих фиалок используют комплексные удобрения с пониженной дозировкой. Помните, лучше не докормить, чем перекормить.